Подрэнчник крок по кроку, позиум А1, лекция 3, первая часть. Маме, кто то есть? Маме, кто это? Новое слово. Новый, новый. Старый, старый. Добрый имеет два значения. Хороший, добрый. Звы, также два значения, плохой и злой. Дужи, большой, малый, маленький. Чанща, кто то, кто что. Как мы знаем из русского языка, вопрос кто мы ставим к одушевленным предметам и вопрос цо мы ставим к неодушевленным предметам. Так же, как и по-русски, что это, кто это, мы можем спросить по-польски. Цо то есть? Что это? Мы поставим такой вопрос к неодушевленным предметам. И вопрос кто то есть? Кто это? Мы адресуем живым людям, кому-то одушевленному. Итак, цо то есть? Кто то есть? Словник. Что это? Это словарь. Кто то есть? Кто это? Кто есть? Студент. Это студент. То есть мы видим, что слово то переводится это. Что это есть? Кто это есть? Если дословно. Это есть словарь. Это есть студент. Давайте прочтем два диалога и переведем их. Мами, кто то есть? Мами, кто это? Не вел? Я не знаю. И мы помним, в польском языке, если слово состоит из одного слога, такое коротенькое, перед ним стоит предлог, то ударение падает на предлог. И мы говорим невем. Я не знаю. То есть новый студент. Это есть новый студент. Это новый студент. Як маш на имя? Как твое имя? Мам на имя Хавьер. Мое имя Хавьер. Называмще Перес. И фамилия Перес. Я называюсь Перес. Йестам Анжела Браун. Бардо ми мило. Сканд естешь? Я Анжела Браун. Мне очень приятно. Откуда ты? Йестам из Аргентины. Я из Аргентины. А вы? Сканд естешьче? А вы откуда? Я естам з Англии. Я из Англии. А то ест маме. А это маме. Она ест з Японии. Мешка в Токио. Она из Японии. Живет в Токио. Нормальне ест ешче уве. З немец. Але не вем, где ест террас. Обычно ест еще уве из Германии. Но я не знаю, где он сейчас. Нестеты не в школе. К сожалению, не в школе. И прочтем второй диалог. Честв, маме. Цо слыхач? Привет, маме. Как дела? Дзенкуе, добре. Спасиба, хорошо. Бардо добре. Очнень хорошо. Пшепрашам. Не помян там, як машна имя? Прости, но я не помню, как тебе зовут? Как твое имя? Хавьер. По-хишпанску йод. Вот это первая буковка. Читамы ха. По-испански вот эта первая буковка йод. Так она звучит. В испанском читаем как ха. Вернее, так она звучит в польском, а в испанском читаем как ха. Ага, розумим. Ага, понимаю. А цо ту ест? А что это? Той ест словник польско-хишпанский. Это словарь польско-испанский. Старый и дужи, але бардо добре. Старый и большой, но очень хороший. Я теж мам. У меня тоже есть. Мам словник польско-японский. У меня есть словарь польско-японский. Новый, але не бардо добрый. Новый, но не очень хороший. Почему плохой? Потому что маленький. Слишком маленький. Вот этот вот предлог за мы можем перевести как чересчур слишком маленький. За малый. Слишком маленький. Итак, у нас упражнение один. Чвеченье номер еден. Цо то ест? Мы видим фотографию, мы видим слова. И нужно совместить фотографию со словами. Давайте прочтем вслух. Я буду читать, а вы, пожалуйста, повторяйте вслух. Книга. Кщеншка. Кщеншка. Оувек. Простой карандаш. Оувек. Цветные карандаши будут называться немножко по-другому. Кретки. Оувек. Простой карандаш. Зэшит. Цитрать. Зэшит. Пуита. Диск. Пуита. Сиди. Диск. Сиди. Гумка. Резинка. Здесь значение ластик, стирка. Но может быть еще жевательная резинка. Гумка. Дужуча. Например. Гумка. Резинка. Стирка в данном случае. Дугопис. Ручка. Долго пишет. Дугопис. Торба. Сумка. Женская сумка. Например. Торба. Таблица. Это доска, на которой мы пишем. Школьная доска. Не маркерная доска. Называется таблица. Ключ. Ключ. Сегрегатор. Это папка внутри кольца. Мапа. Карта. Кшесло. Стул. Кшесло. Стул. А вот русское слово кресло по-польски будет звучать фотель. Кубок. Кружка. Комурка. Сотовый телефон. Но также слово комурка имеет несколько значений. Это может быть сота. Пчелки, куда мед складывают. Это может быть коморка какая-то в комнате, в квартире, где-то в доме. Это также клетка человеческого тела. Но комурка чаще всего называют сотовый телефон. Сту. Сто. Видим, что кшесло стул, а стул – это столб. Чвеченье номер два. Кто то ест. Итак, мы просто познакомимся с героями учебника крок по уроку аеда. Хавьер, маме, Анжела. Научучелька, учительница, увы. Чвеченье номер три. Упражнение номер три. Нам даны диалоги и даны слова, которые нужно, собственно, их ставить в диалоге. Что мы сейчас и сделаем. Прочтем и переведем. Маме разговаривает с Хавьером. Что то ест? Что это? То ест комурка. Это телефон. В Аргентине модель номер один. В Аргентине модель номер один. Супер. А кто то ест? Супер. А кто это? То ест им я. Файна фотография, правда? Это я. Классная фотография, правда? А то кто то ест? А это кто это есть? А то есть коллежанка. Ма на имя Марья Элена. А это моя знакомая. Её зовут Мария Елена. А коллежанка. Знакомая. А что там есть? А что там? Там есть пальма. Там пальма. То есть фотография с вакации, с Бразилии. Это фотография из отпуска, из каникул, из Бразилии. И второй диалог также прочитаем, глядя на фотографию. А есть и мапа Кракова. То есть ничего особенного. Я имею паспорт, ключ, простой карандаш со стиркой, тетрадь. А. Ну и также карта Кракова. Анжела, машь двугопис? Я не мам. Анжела, у тебя есть ручка? У меня нет. Прошу прощения, у меня только одна ручка. В польском языке очень часто не совпадает род слова с аналогичным словом в русском языке. По-русски ручка, она моя. В польском языке двугопис, он мой. Род займенский, мужской род. Поэтому Анжела отвечает, мам, только едет. Но мы переводим, что у меня только одна ручка. Я, мам, двугопис. У меня есть ручка. Прошу, пожалуйста. Дзенкуя бардзо. Спасибо большое. И следующее упражнение. ЦОТО ЕСТЬ. Мы видим картиночки и два варианта слов. Нам нужно выбрать правильное. ЦОТО ЕСТЬ. То есть торба. ЦОТО ЕСТЬ. То есть ключ. ЦОТО ЕСТЬ. То есть стул. ЦОТО ЕСТЬ. То есть кресло. ЦОТО ЕСТЬ. То есть дугопис. ЦОТО ЕСТЬ. То есть олувек. ЦОТО ЕСТЬ. То есть комурка. ЦОТО ЕСТЬ. То есть зешит. Цитрать. ЦОТО ЕСТЬ. То есть кшоншка. Книга. ЦОТО ЕСТЬ. То есть окно. ЦОТО ЕСТЬ. То есть таблица. Что то есть? То есть кубок? Кружка. Что то есть? То есть плыта? Диск. Следующее упражнение. Чвечение шустрое. Шестое упражнение. Нам нужно поставить вопрос «Кто?», «Кто?» или «Что?», и также сказать «Кто это?» или «Что это?» нарисован. Что то есть? То есть мапа? Что это? Это карта. Торба? То. Что то есть? То есть торба? Что это? Это сумка. Что то есть? То есть кшёншка? А может то есть зэшит? Что это? Это тетрадь или это книга. Что то есть? То есть комурка? Что это? Это телефон. Мы видим учительница, живой человек, поэтому мы спросим «Кто? Кто то ест? Кто ест научителька? Кто это? Это учительница. Что то ест? Кто ест гумка? Что это? Это резинка, стирка, ластик. Опять же, живая девушка. Кто? Кто то ест? Кто ест маме? Имя девушки. Или можем сказать «То ест чевчина? Кто ест кобета? Это девушка, это женщина. Что то ест? Кто ест оубек? Что это? Это карандаш. Что то ест? Кто ест окно? Что это? Это окно. Мы можем спросить «Кто это? Что это?», а также мы можем уточнить «Это ли вот то, что я думаю?». Например, там что-то лежит на столе, я спрашиваю, на столе лежит карандаш, правда? Это ли карандаш лежит? Или это может быть ручка? Я не понимаю. Так вот, «ли» в польском языке звучит как «чы». И вопрос «Чы то ест? Ли это есть?». Например, «Это ли карандаш или это ручка?» В этом ключе вопрос «Чы то ест?». И на вопрос мы можем ответить «Да, это карандаш». Или мы можем сказать «Нет, это не карандаш, это ручка». Так, «То ест оубек?» на пшикот. Да, это карандаш, например. Нет, «То не ест оубек?» «То ест двугопис?» Нет, это не карандаш, это ручка. Прочтём диалоги и переведём. Маме, «Чы то ест ксёншка?» Маме, «Это книга?» Так, «То ест ксёншка?» Да, «Это книга». Диалог номер два. Анжела, «Чы то ест оубек?» Анжела, «Это карандаш?» Нет, «То не ест оубек. То ест двугопис. Оубек ест там. Нет, это не карандаш, это ручка. Карандаш там. Диалог номер три. Хавьер, «Чы то ест зэшит?» Хавьер, «Это ли тетрадь?» «Это тетрадь?» «Пшипрашим, не по ментам, цо то ест зэшит?» Ой, извините, я не помню, что такое зэшит? Что такое тетрадь? О, «То маме ма зэшит?» И учительница показывает. О, вот здесь маме имеет тетрадь. То есть вот здесь у маме тетрадь. Так-так, по ментам. Да-да, помню. Нет, то ест пашпорт. Нет, это паспорт. Чвеченье номер еден. Перше чвеченье. Проши узупеонич. У нас есть вопрос, и нам нужно ответить, правда или неправда. Например, «Чы то ест ключ?» Это ключ. Мы видим, что это ключ нарисован. И отвечаем, да, это ключ. Так, «То ест ключ?» Если был бы это, например, паспорт здесь нарисован, мы бы сказали «Не, то не ест ключ», «То ест пашпорт». Выполним упражнение. «Чы то ест таблица?» Это доска. Так, «То ест таблица?» Да, это доска. «Чы то ест ключ?» Это ключ? Нет, «То не ест ключ?» «То ест кшесло?» Нет, это не ключ. Мы видим, здесь нарисован стул, поэтому говорим, что это стул, кшесло. «Чы то ест круговая пись?» «То ест стул?» «Чы то ест окно?» Это окно. Так, «оч donation». «То ест окно?» Да, конечно, «это окно». «Чы то ест кшёньшка?» Это книга? Нет, «то не ест кшёньшка?» То ест кубек. Нет, «это не книга, это кружка». «Чы то ест плыта?» Так, то есть пульта. Это диск? Да, это диск. Чи то есть кресло? Перед нами нарисован стул. Нет, то не есть кресло. То есть зашит? А может то есть ксюншка? Это тетрадь или книга. Чи то есть торба? Ну так, то есть торба. Это сумка? Ну да, это сумка. Чи то есть кумурка? Так, то есть кумурка, чарная кумурка. Чи то есть зашит? Так, то есть зашит. Это тетрадь? Да, это тетрадь. Чи то есть таблица? Это доска? Не, то есть кувык. Чи то есть пашпорт? Не, то не есть пашпорт. То есть двухопис? Чи то есть студентка? Рачей не, рачей то есть научителька. Скорее нет, скорее это учительница. И упражнение номер два. Нам нужно из предложенных слов собрать предложение. Рассмотрим пример. Какие нам даны слова? Ест, цо, то. И мы можем из этих слов составить вопрос. Цо то ест? Что это? То другопис ест? Чи. Предложение начинаем с чи. Уже проще. Эта ручка ест ли? Чи то ест другопис? Эта ли ручка? Третий, цэ. Ест не, не другопис то. И мы можем составить вопрос. Не, то не ест другопис. То ест кто? Кто то ест? Кто это? Кумурка ест то. Начинаем с то. То ест кумурка? Это телефон. Следующий набор слов. И из них мы можем составить предложение. Чи то ест студентка? Эта ли студентка? Эта студентка? То есть уточняющий вопрос. Из следующих слов мы можем составить вопрос. Мам питание, цо то ест? У меня вопрос. Что это? И последний набор слов. Не вем, цо то ест? Я не знаю, что это.